Подтримание стабильности системы у Гродинской областной издюшар профсоюза у Неман по хоккейной траве з'является приоритетом. Минавито в таких умовах Максима отримываются высокие выники. Про это свечусь на давний поспех команды Гродинской области, которая заняла другое место на Олимпийских днях молодей Республики Беларусь по хоккейной траве сирот юного код 2002-2003 годов народжения. Татьяна Грышук расскажет. Олимпийские дни молодей Беларуси по хоккейной траве – зауважная падея у спортивным календары. Турнир проходит у столицы Беларуси на початку вересня. У прастыжных споборництвах удельничали шесть команд с Брестской, Витебской, Гомельской, Минской областей и города Минска. Наш регион проставляла команда под керауництвом Аллы Коваленко. Молодь в упартой боротьбе переиграла у всех претендентов на сребро. Олимпийские дни молоди стали лакмусовой поперкой для команды, по выниках яких у Владислава Лазук завоевал звание лепшего оборонцы. Были выявлены и лепшие командные якости. «Напряженные матчи были все. Не было такого, чтобы какой-то матч был самым легким, что ли. Во всех матчах были свои трудности и проблемы, допустим, возникали. Самая, наверное, интересная игра получилась с командой города Минской области. Мы выигрывали 2-0, но в итоге нам забили 2, и на последних минутах мы забили, и потом опять нам. Мы сыграли 3-3. Но нам нужна была либо ничья, либо победа». Пять. Таким опынулся разрыв у баллах помеж командой Гродзенской области и Минска, якая стала первоможцем турниру. Али есть надея, что в наступном годе и при неманцы с долю отрымать золотый выник. Адзначим еще, что на третьем ротку турниру опынулась команда Брестской области, на Апошнем, Шостым, Витебской. «Наши ребята ничем не хуже. У них просто второго года рождения, 2002 года. Ребята играют уже в старшей команде, то есть команде мастеров. А у нас пока еще детки, конечно, по уровню игры немножко ниже. Но я думаю, у них есть много желания, поэтому я думаю, что мы их одолеем». Старанность юных выхованцев из Дюшар профсоюза у Неман цалком апраудана. Левшие из их у складе сборных смогут представить краину на европейской арене. А у будущей они рызыкнут завоевать вершини сусветного Олимпу.